Всем привет! Атук и Волтгеймер с вами. Так, Атук, тебя надо срочно переодеть во что-нибудь нормальное. Так, где тут наши керасу оденем железную? Пора уже хорошие... Тихие сапожки, тихий шах, крыса. У нас тут почти полный комплект. О! Брони не хватает только. Так, а я даже знаю, где ей надо ее искать. Ага, надо будет потом туда сходить. Так, ладно. Пойдем. С Джаспером мы тут пришли. Нам сказали, как снять лихорадку. Но мы сначала тут это... Каждый день кочевник. Узнаем, что угнетает магистра там. Так, так, так. Разогреться в арке. Это двух. Укращение волны. Тут пока еще даже без этих. Ладно. Сейчас узнаем, что здесь это беспокоит этого магистра Рейгона, а потом уже все остальное. Пойдем спросим его. Магистр! Где ты? Вот так вот, с мечом за плеча. Гораздо лучше выгляжу. А, ты там где-то внизу, вот черт. Надо ниже спуститься на уровень. Я тут все время в этих библиотеках. Я тут все время в этих библиотеках. Черт! Да не говори. Я в этих лабиринтах, их все время это... Блукаю. Где тут выход-то? Черт вас возьми. Чувак! А, вон, вон они, ступеньки. Все, все, все. Я понял. Не надо тут ругаться. О! Магистр! Да. Что произошло? У тебя проблема! А, людям не дано понять... Ночение слова надежный? Не сомневаюсь, да. О ком вы говорите? Может, я смогу помочь? А! Конечно, я... Он говорит, я не из ордена. Конечно, я не из ордена. О, какой дьявол я тут делаю? Да какая хрен разница? Да. Главное, чтобы я помог тебе. Элия, послушца, которую тебе прислали, понятно, должна была помочь с переводом этих какой-то хрени. А, два дня назад она попросту исчезла. А, наслаждается жизнью, прогуливаясь где-нибудь. Понятно, ладно. Хорошо. Хорошо. А, в квартале знати, понятно. Поискать там ее. Ммм, найти и сказать, чтобы она тащила свою ленивую задницу и, наконец, помогла тебе. А, сделать это я не пожалею. Ой, да с удовольствием. Поискать кого-то в городе девушку красивую. Сейчас мы ее найдем быстренько. Так где тут выход? Ну-ка, быстро. Черт, где тут выходы? А, вот он. Чувак, ты своей жопой выход закрыл. Давай. Давай. Что там солнце открыть? Вперед. О, надо не забыть это. Да, риторика значительно улучшает цены. Это здесь риторика намного важнее, чем в этом. В Эндерале. В Скайриме. Да, 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 да. Уже ночь на дворе. Пойдем, найдем эту девушку сейчас. Потом пойдем к этому сходим. Попьянствуем. С Джаспаром. А потом уже пойдем искать эту. Лошари. Ага, ага. В Ортале знати. Это холлый земля, Даутландор. Да, да, да. Ты не принесешь здесь. Святая земля, тебе здесь не место, чужезевец. Все такие гордые, офигеть. Просто обалдеть. Тошнит от их гордости. Да. Магия, свет и ментализм позволяют вам накладывать призванные щиты. Заклинание о здоровье или заклинание и так далее. Эй, ну давай, согружайся. О, наконец-таки. Да. Да, да, АБХС. Вообще, эту девушку очень трудно найти, если не знать, где ее искать. Я первый раз искал, и вообще весь город перерыл. А она так себе так тихохонько там сидит. Главное, я там проходил, ты как-то вот не заметил ее первый раз. О, смотри, тут уточки плавают. В пруду. О, а здесь нам надо всего-то навсего вот сюда. Так, идем сюда-сюда. И вон туда. Хер там, я заблудился. Это не в портале знак вот-а. А, сейчас найду. На кладбище было. А это где? Это чего? Дом актеров там пока не нужен. О, квартал Бараков. Правильно. Надо там ее искать. Ну, давай-давай-давай-давай. О! О! Отлично, мы пришли куда надо. Вот тут, кстати, храм там есть. Надо его. Так, кладбище где-то на здесь. Вон она. Да-да-да. Вот, ученица Элия. Ты в порядке? А, говорит, мы что-то сказали? Что случилось? Да-да-да. Не знаю, что с ней творится. Плохо ей, в общем. Чья это могила? Ее сестры Гидеи. А-а-а, понятно. Это она погибла при взрыве магистра Геры этого. Да. Жуть. Она встретила какого-то парня. Да. Никто не одобрил их отношения. Она хотела бежать с ним из города, путешествовать по странам, прямо как в барских песнях. А она назвала ее дурой и сказала, что таков ее путь служить ордену. И грешно будет покидать город. А три дня спустя это случилось, и она погибла. Она сидела в первом ряду, когда Еро, вы знаете, там взорвался нахрен. Вот так вот. Ты винишь себя в ее смерти? Вы так говорите, что... Я так говорю, как будто это неправда. Нет, ты ничего не могла изменить это. Да. Ну да, если бы она ушла, она не была бы на лекции в тот день, это значит... Ну вы бы тогда ее прокляли бы, и это было бы еще хуже. Никто не мог знать наперед, что это произойдет, так что... Да, ваши слова. Да, можно рассказать магистру, что все нормально. Кстати, у меня там нет никакой-нибудь заразы там, подхваченной. Это тут храм как раз рядом. Нет, ничего, все нормально. Военные бараки здесь можно вот тут пройти. Я мог бы тут короче это. Так, надо сохраниться на всякий случай. Ага. Тут тоже хитрый такой проход через эти... Сразу не догадаешься. Наверх надо, наверное. Да. Еще наверх. Еще наверх. Совсем наверх. О, и здесь вот короткая дорога. Это типа так короткая дорога. Она совсем не короткая, но... Не важно. Пойду доложу, может что-нибудь мне там перепадет кусочек что-нибудь вкусненького. Yes. О, видишь, хранитель уже стал более добрый. О, какая луна. А тут ты должен сфотографироваться на фоне этой луны. О, тут под фонарем. О, под фонарь. О, тук и луна. Класс. Оп. Пойдем дальше. Большие горы там. А тут ты там будешь ходить. И я с тобой. На пару. Я тебе буду подсказывать, что делать. Кого бить, кого не бить. Пойдем где этот. А потом отправимся к Жаспару. Посидим с ним, выпьем. А потом уже отправимся к этой... К девке. К лошаре. Господи, как долго загружать. А тут только и ходишь... Ой, слава богу, он здесь на улицу вышел. Ну ладно, чувак. Тебе мне повезло. Да. Пойдем дальше. Элли уже на пути сюда. Она была на кладбище, оплакивала сестру. Да, он совсем забыл, что этот старый еро взорвал ее. Будь он проклят это. Да, лучше быть с ней помягче. Я тоже в это верю, да. Вот мне что-то дать за потраченное время. А что ты мне дашь за потраченное время? Ага. 150 медиков. Ну ладно. Это тоже хорошо. Эф-5. Ладно, пойдем к Жаспару. А здесь это... Сначала мы к Жасперу пойдем. Только я забыл, в каком он квартале это. Ладно, сейчас разберемся, в каком он квартале там. Указательный столб. Так, нет. Арк. Квартал чужеземцев. О, кварт... Акварк. Так, квартал чужеземцев. Точно. Нам туда. Это кабачок там. Как-то там бешеная... Ой, надо же еще ослика этого... Захомутать-то. Слушай, наверное, надо начать с осла. Мне так хочется этого. А я не знаю, где это Королевская бухта. Предположение у меня есть. Так, отлично. А, вот кабачок здесь. Здорово. Да-да-да, хеллоу-хеллоу. Танцующий кочевник. Вот. Здорово. Там же еще долго до всего этого. Как я сказал. Офер стоит. О, какой. Офигеть. Ха-ха-ха. Мой сэр. Ха-ха-ха-ха-ха. Да мне нравится тут у вас. А че тут боссы? Ха-ха-ха-ха. Пропился. Надо ему дать денег на это. Марас пастуший. Марас пастуший. Ну, давай. А, я думал, ты мне хочешь что-то сказать. Ладно. А ты просто вежливый. О, а этот торчок там уже упустили. Вообще класс. Родственник тоже. Пьяный аразиалец. Отлично у вас здесь все устроено. Бринол мясоруб. Ульфрик перьет ряс. Ладно, мы пока с тобой не будем болтать. Ладно, присядем. Поболтаем. Как дела у меня идут? Да. Да, понимаю. Вчера еще был беженец. Да. Одаренный, магический. Да, сегодня. Да, я в порядке. Благодарю за беспокойство. Да. Я могу любопытно узнать, как у меня дела идут. А, хочу узнать, что я думаю об этой стране. Угу. Последние Рима тут все это. Ладно, давай расскажу тебе, что я думаю обо всем этом. Да, Иву? Да, может себе представить, да. Может, это не... И говорит, почему он любит таверны. Он говорит, когда даже там снаружи все прорывается огнем, здесь всегда можно посмеяться, насладиться хорошим юмором, нажраться, потрахаться и все такое потанцевать еще, да. Так. Да. Действительно, тут богатый накрытый стол. Да, он говорит, точно. А, говорит, что он тут уже достаточно в Эндерале побывал, хочет завтра корабль отплывает на Киве. И он туда собирается отпрыть это. Ты хочешь уехать, несмотря на все, что происходит? А что тут происходит? А, говорит, везде всегда все, когда что-нибудь происходит. Ордену нужен был кто-то, сдавай ко мне осмотрительность, и вот он вернулся под руку. Все. Задание выполнено, пошел это. Да, ты был в роли посла святого. Больше не шагов, прекрасная дева, сбрось свое деяние, дабы мы смогли вдвоем купаться. Это звучит неплохо. Ха-ха-ха-ха. Ух ты, какая там телка пришла-то рыжая, нифига себе. Здоровая, да кто такая? Потом надо будет... Да, весьма убедительно. Сейчас скоро одобряет. Да, говорит, нахер этот весь пафос и все прочее-то. Все это фигня. Днем ты должен серьезен быть, когда ты выполняешь какую-то работу. А вечером наплевать на это. Потому как любая работа не имеет никакого значения. Да, в конечном итоге, говорит, я всегда внутренним голосом движим. Да. И главное, что важен результат, а не намерение. Да, благими намерениями дорога в ад вымощена, это точно. Нет ничего менее важного для спасенного, чем причина его спасения. Точно. Разница между наемником вроде меня и святым стражем лишь в том, что я не скрываю от того, что все, что я делаю, для себя. А он говорит, что это делает для кого-то там. Да, ты... Что, собственно, ты хочешь этим сказать? Он хочет сказать, что все эти герои, самопроглашенные мессии, ничуть не лучше других. Да, такие же эгоисты и все далее. Мы давно это знаем. Конечно, абсолютно с тобой согласен. Все это хрень собачья. Ну да, он спасает хранителей, все понятно. Да, а некоторые те, которые ведут высшая цель, да, действительно становятся по-настоящему опасными. Да. Это ужасно, да. Фанатики – страшное дело. Ужасно, ужасно. Да. Да-да-да-да-да, оно так все и бывает. Он движим идеи и готов ради нее сделать все. А всякие негодяи этим пользуются, да. Да все я понимаю, да. Конечно бы мир стал лучше, если бы мы все думали, что мы только для того, чтобы здесь развлекаться и веселиться. Все понятно. Да-да-да, соглашусь с тобой полностью. Да. А, думал, что я сейчас начну возмущаться и вином пресну. Обойдешься, вино будут еще, деньги тратить на ветер. Мы его лучше выпьем. Да. Хорошо, хочет обдумать все, что мы с тобой, это. Обдумай, еще увидимся, дружище. Да-да-да. Все, слава богу, можно пойти. Смотри, как мы болтали. Ну-ка, а что там за рыжая? Где она? Рыжая! Ух ты. Гомес, ладно, добрый вечер. О, тут какой Балхеззел. О, спрашивают, чужеземец я? Это что, так, прям видно по роже? У меня же рожа в маске. А, знать на что смотреть, маска чужеземная, понятно. Говорит, что его зовут Балхеззел, приятно познакомиться. Не ищу ли я работу? Помощь нужна. Возможно, еще, откуда ты родом, мне кажется, чужаком? А, Аразиалец, он тоже. Да, тоже полукровка, понятно, только в другом поколении там. Ладно, помогу тебе, что ты имеешь в виду? Ну, естественно, что найти там? А, он целитель, это значит, понятно. Как и дед, его отец и прадед. И ты уже слышал про бабушек, а тут прадеды пошли, да. А, в общем, его как-то баба какая-то наняла знатная. И... И дед его... О, Господи, что же. А, дед большую часть жизни работал на этой леди, где-то там в заброшенном форте. Теперь покинутого тумана, он хотел что-то сделать, это очень... А тут пришла грибная чума, понятно. Грибная чума, имеешь в виду чуму, которая уничтожила шепчущий лес. Да, в общем, опенок все сожрал. Споры эти грибов буквально высосали жизнь из леса и его округи. К тому же они представляют угрозу для любого, кто подойдет здесь. Понятно, понятно. Работа твоего деда никак не связана? Да, он говорит, что очень похоже. Что и папа его задавал деду тот вопрос, и он задавал это. Но дед все отрицал, говорил, нифига, я здесь ни при чем, не знаю, не слышал, не видел. Не я, да. Во всяком случае, он сделал несколько тревожных открытий, которые мы там усомнили. Теперь это мучает, это значит. И думает, что искусственная чума выжила. Искусственная, значит, зачем это кому-то понадобилось? Ну, та дама, которая тоже умерла давно, это значит, на крепость, где они работали, все еще стоит. Мне нужно отправиться туда и поискать ответы. Если дед как-то к этому приложил свои руки, он хочет знать это. Да не проблема, господи, сходим, прогуляемся, что там тут? Сейчас схожу, только лихорадку свою вылечу, а то я какой-то больной весь. Почему ты сам не пойдешь, не посмотришь? А, ты старый и уже все, не можешь ходить. Понятно, понятно, понятно. Я понял тебя, ты заплатишь мне, все ясно. Почему это важно для тебя так? А, понятно, понятно, понятно. Я понял, что ты веришь, что кровавый долг, если дед твой что-то натворил, тебя надо исправить. Хорошо, а где найти эту крепость, это? Да, карта есть. Мир это до туманов. Хорошо, в гавани поселения есть хижина, в которой жил дед. А, там, возможно, найду ключ от крепости. Хорошо, хорошо. Ну, когда я найду это, значит, будешь ждать меня у старого водопровода в подгороде, его лаборатория там. Думаю, что ты не можешь найти, что ты не можешь найти. Хорошо, я понял. О, какой ты болтливый так. Да, ты должен идти в хижинку и увидеть, что ты можешь найти в подгороде. Черт, Рыжий упустил. А, ладно. Это вот еще то заданится. Так, чтобы нам такое взять. Ой, мес, лютню надо миагару принести. Слушай, я тут что-то болтаюсь это. Вон он, он сидит в кабаке. Горе заливаешь, дружище, я тебе лютню принес. На. Вот, может, тебе это отношение к твоему гневу. Да. Это она самая, можешь меня не благодарить. Да, настоящее, настоящее. Пожалуйста, держи, я добрый, всем добрые дела делаю. Просто так, это просто приятно. Кто такая-то Белла, ваша спутница? Нет, Белла, она была дочерью. Она умерла, что ли? Я сожалею, что с ней произошло. Платоядные личинки. О-о-о-о. Да. Очень печально. Мои соболезнования у меня было похожее. Мой хороший друг погиб не так давно. И он мне соболезнует. Говорит, что она играла на людьми и пела так, как никто другой не мог. И она даже самостоятельно научилась писать. А что, Вера ее спутница? Думали, что однажды будем путешествовать и станет Бардом. Говорит, что зачем все рассказывать, у меня и так полно других дел, это значит, чем слушать скорбящего этого и все прочего, так сказать. Но если хочешь знать, это... Ой, караван... Ограбили караван! Ну, беспощадно, что... Ой, понятно, связь с людьми была дорогой, у нас не было выбора, но все равно было ощущение, будто мы продаем частичку ее души. Да, но у них ничего не было в памяти, кроме этой шкатулки. Да, можешь оставить себе людьми, если хочешь подарок, да. Он говорит, что щедро с моей стороны. А что за шкатулка? Ее судучок с сокровищами, так она его называла. Она хранила в нем свои песни и поэмы, и никогда никому их не показывала, если только не считала, что она идеальна. Знаешь, такие какие поэты. А теперь ее нет, и только она знала, как открыть шкатулку. Ну, а ты же взломщик замков, разве нет? Нет, ты же должен знать, как ее открыть. Ну, да, он говорит, да, шкатулка была подарком, который спастерил сам для нее, и сделал замок особенный. Это сложный механизм. Проще говоря, внутри четыре задвижки, которые должны быть нажаты в определенной последствии. Только тогда замок откроется. Он говорит, могу сформать саму шкатулку, конечно, но кто знает, что станет с ее вещами внутри, если они будут уничтожены. Понимаю, эта надпись на задней стороне лютни, она имеет какое-то отношение к тому, чтобы открыть шкатулку, верно, да? Да, влево вправо, влево вниз, но это не все. Задвижки должны быть повернуты 12 раз. Ух ты. Что ж, там не хватает еще восьми. Не знаешь, оставили ли твоя дочь больше подсказок где-нибудь еще? Да, он говорит, что уверен, что оставил его. Но он знает это, так что не может не работать, а ищет человека, может мне доверить все эти секреты, чтобы я все это дело разрулил. Хорошо, посмотрю, что смогу сделать. Он говорит, хорошего человека очень трудно встретить в наши дни, и все так далее. Она любила одну книгу со стихами «Красные баллады», и был один определенный выпуск, который она постоянно брала из библиотеки «Арка». Говорит, у нее вряд ли найдет свободная монета, чтобы взять, понимаю, что насчет последней. Есть место, которое Белла посещала свободное время, она работала над своими поэмами там, я думала, это недалеко от гавани. У тебя есть карта, да. Да, она там любила где-то сидеть и молиться, да. О, да. И пещеру в Королевской бухте. О, и там этот. О, теперь наконец-таки Королевскую бухту я смогу найти. Башня Мира, да. Так, ладно, сколько времени? Я ж только что смотрел карту. 11 часов вечера, да. Мрачное поле. Субтитры сделал DimaTorzok Надо будет исследовать пещеру. Ой, трактирщик, я ищу комнату на ночь. Чистое тепло, подойдет, да. Надеюсь, не дегуфте. Наверху. Хорошо, не будем вести грязные дела. Все, отлично, я понял, понял. На юпо, да, на юпо. На юпо, на юпо. Так, это закрыто. Тут народ что-то... О, вон тот для меня. А эти кто такие? Изоль, да? Ага. Девушки, Дория. Ну ладно, не лезу я в вашу компашку, хрен свою. О, поспим до утра. О, поспим до утра. Так, я думаю, все-таки мы с утра едут. Используем мир, да. И отправимся. Я все там продал, у меня там почти пусто, да. Надо... О, все идут на работу. Утро. Так, загружайся. Так, ладно. Ладно. Давай. Надо сначала лихорадку вылечить, а потом займемся всеми остальными делами. Правильно? Да, указательный столб. Так, башня мира, да где тут? Во, южный квартал, идем туда. Надо это... Лихорадку вылечим, а потом займемся всеми делами. Начнем обследовать округу здесь. Осла найдем, этого Юлия. Яйца соберем. Ну, в общем, у нас дел дохерища. Это уже в следующий раз. Сейчас будет сначала. О, башня мира, да. Русская стража. Да. Полетели так. И куда мне там надо отправиться потом? Северное... На Северное Средиземье. Понятно. Хорошо. Надо сохраниться на всякий случай. А то чуть не туда захожу. Ох ты, какой мир от красивый. Усатенький. Ха-ха. Хранитель мира, да. Да, ну-ка, расскажи мне, что-нибудь осознание. Красивые животные, дикие, опасные. Понятно, я понял. Что-то там начало очень издалека. Во время восстания... Понятно. Понятно, как происходит полет. Понятно, они там что-то щелкаются между друг другом, и все понятно. Очень интересно. А, и ты умеешь тоже щелкать, и ты ему говоришь, куда? Налево, направо, два щечка. Да, почему жаль. Понятно, это звучит глупо, но я иногда долго, когда моего деда живет. Понятно, понятно, во времена деда и все такое, а поездка стала обыденной, как поездка на муле. Понятно, понятно, полетели. Мне нужно отправиться в полет. О, на север Средиземья. Полетели. Пора. Надеюсь, я правильно полетел. Сейчас буду летать тут, над этим, над Эндералом, туда-сюда. Выполнено, обнаружено новое место. Все, тут прилетели, наконец-таки. Только прилетели, сразу сели. А, посмотрим на карту нам тут, куда? Вот тут, рядышком она. Карта как-то у меня какая-то корявая. Ящика здесь ничего нету. Ценного не лежит. Что тут у нас в башне? Нет, ничего. Просто можно зайти в башню, посмотреть в окошко на природу. Ясно. Ну и ладно. Пойдем искать. Так, я думаю, что здесь уже достаточно опасно. Вообще, мне стоило, надо было там прикупить каких-нибудь учебников. Или я... Может, я уже... А по ментализму я как это? Тоже 25, да? Пчелки тут. О, волчара! Медведь! А, сука, блин! Сейчас, подожди. О, вот так вот. Сука, забыл же крикнуть эту скаровскую стойку. И хер медведю, что сделаешь? Вот так вот. Надо съесть что-нибудь. Сейчас быстренько восстановится. Ладно. Я же говорил, что здесь опасно. Я точно правильно иду? А, вон, наверное, туда. Ах ты, падла! На! Вот так вот. Пусто. Голодные волки. Не кормят их что-нибудь так? Так, куда мне? Куда-то туда. О! Нашел! А ты еще кто? Заяц! Нифига себе! Заяц! Ну ты топочешь! Старый Рашенград! Ха-ха! Рашенград! Ха-ха! Да. Мф-5! Мф-5! Ну, пойдем поглядим! В Рашенград! Оу! Ау! Лошари! Ты где? Что тут лежит у нас? Аушки! Погодь! Дом заклинаний, стальной месяц, железная стрела, искра смерти. Лошари! О, слушай, здесь какая-то хрень. Ха-ха. Опасно. Ха-ха! Отпустися оттуда! Сейчас! Ух ты! О, херакнула! Ты че? А-а-а! Да, говорит, что еще бы секунды, и она отскребала бы меня от пола. Спрашивай, что я тут делаю? А я спрашиваю, что это было тут? И откуда ты взялась? А-а-а! Она, говорит, хорошо, что прячется. А что касается взрыва, говорит, я накугаю, и тут пылевой кристалл керанистский стоит. Понятно. Да, стоит чуть поближе, задержаться чуть подольше, разорвет на мелкие кусочки, разбросала бы все и сбрызгала бы ее красивую одежку. Понятно. Моим сраным говном. Меня прислал мах по имени Константин. Ты ведь лошари, да? Лошари? О, моя. А-а-а, говорит, ты что, лошара? Да нет, он говорит, с именами все путают. Меня зовут Ли Шари. Впрочем, а, Ли Шари, так, не шарит, это значит, да, в качестве помощника, которого просила. Более впечатлительного она хотела. А чем я тебя не впечатляю? Я такой впечатлительный мужчина. Константин сказал, что ты можешь привести на одной какой-то ритуал, чтобы помочь мне снять, контролировать магию. Да, да, вот так. Да. Да-да-да-да-да. Ага. Какой вариант, короткий или длинный? Короткий. Ну, давай, ладно, чем больше узнаю, тем лучше, рассказывай, длинные. Она говорит, что она, ее помощник, два чародеи, еще четверо хранителей, прибыли сюда, чтобы изучить, ну, что-то. И как раз этим она занималась последние несколько недель. Ну, пару часов назад вдруг крики, лязг, металл и все, и все. В красных мантиях две фигуры, скрывшиеся в нижней части. И куча трупов, раненых, ничего не понимающих. Да, какие-то наемники. Да, она хочет вернуть помощника, коллег и все такое, значит. Да, и прежде чем я скажу, она говорит, что да, я должен ей буду помочь, иначе нахер я вообще сюда пришел, она мне не будет помогать, и я мудак. Вы не впечатлительны, и ее первое впечатление было именно правильным, все, да. И что вы тут исследовали? А, все относится к вселенскому вопросу, почему некоторые люди задают неотносящиеся к делу вопросы, когда вокруг черт знает, что происходит. Понятно. Ну, то, что написано, надо было спросить это. Ладно, пойдем, ну тебя-то к лешему это. Да. Давай, веди, веди, веди. Вперед. Пегас. Быстренько побежали. Я иду, 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 иду. За мной. В смысле, за тобой. Ну, где ты там ходишь? Черт, ты был прав. Беги! Погибай! 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 О, черт! Она его завалила? А вот тут есть тело чье-то. И ничего так тело стоит. Погоди, что это? Что это? Професса! Клянется жопа прорицателя. И во что ты не веришь? К приказу, помощник Сев. Похоже, именно из-за него это, этим плохим людям удалось, да, понимаю, сочувствую. Да, он говорит, побереги, чтобы я поберег свое сочувствие для Софа. Когда она его найдет, этот Соф будет весьма, значит, это, охреневать. Ну, пошли, пошли, что ты встала в дверях-то? Иди! Ну, вообще, какой крест выполняем, да? Ну, че там? Давай шагай! Мать твою! А, огонь, и все такое, хотят положить конец, и все это. Тушить огонь этим заклинанием, понял. Понял. Наемники пытаются уничтожить что-то, какие-то каменные фрагменты. Как они огонем собираются уничтожить? А мы должны их остановить, я понимаю. Ты пойдешь в верхнюю часть, я в нижнюю, а когда покончим, затем встретимся, да, все. Что еще? А, если этот твой сейф попадется, твой помощник, это, привезти его ко мне. К нему. К ней, то есть, понятно, это. Все. Потушите как можно больше каменных фрагментов. Понятно. Надо же этот... Где тут? Фокус с сердийской стойкой. О, огнетушитель. Надо его, это. Ой. Хорошо, я понял. Дай-ка сохранюсь, а то тут хер поймешь, что-то что может произойти. Мы тебе шестую кнопку. Так. О, огнетушитель. Так. ну пойдем лишь ни хера это не зарядил эту зараза мне ударил сволочь куда вынырнул гад ползучий и и и и и и и Сука! Блин! Надо уходить! Хрен с ним! Надо выпить эту! Готов! Сейф не убежал! Расскажи странника, исследователь! Берем! Свиток паралич! Да! Идем туда! Так, подожди! Чуть меня эти гады не завалили! Тут сейчас тоже опасные будут! Да! Я тоже тут умею! Ах! Что? Кто-то там? Кто тебя за это? да-да-да все именно так у я спас все камни и фига себе я крут а у этих-то чуваков то чё есть тут наемник хера у них нету гладранцы лидер наемников у клеймора такая же как у меня телепортация в храм солнца сундук пустой пергамент кинжал отчаяния еще золотую чашу пока не попадалось летом лошаре а тот бедолага сгорел да и хер с ним а так бы он свалил бы чё приехала девушка а вот она ты да я хоть на тебя посмотрю вблизи да ты ничего то она говорит ругается и радуется что успели вовремя да удалось но не все да ну ладно будет достаточно я ж вроде все шесть шесть а их было восемь правильно да да нашел а ты живым это откуда я знала что он мне нужен живым он сгорел там да ну какая резкая ты вся о спросила про мое имя наконец таки а тук меня зовут между прочим да надо все таки тебя физиономия измени да вы ходишь иногда из себя да все здоровая девушка почему я здесь я тебе говорил у меня лихорадка блин твой этот огнедыха невспых просил прийти и ты мне говоришь вылечишь а ты меня засунула туда сразу сражаться даже не спроси я вообще умею я сражаться или нет вот твою мать долгая история давай лошара слушай что я тебе расскажу ну что все рассказали что-то мы глубоко погрузились да да она говорит что по моим словам мне удалось всем овладеть за очень короткий срок да да я просто проснулся в смысле очнулся и я все умею возможно в мое тело вселился кто-то другой да да я знаю что как это невероятно звучит да она говорит что так и есть это хотя разве есть на что жаловаться да вот я здесь такой весь таинственный себя красивый ниоткуда без всяких усилий выношу целый толпу врагов да и все эти навыки после пары недель изучения магии что ты можешь видеть будущее тебя можно вообще да чего что черт прошу прощения не про меня она говорит мысль пришла странная что 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 маловероятно она говорит что маловероятно ну в наши дни ничего странного уже нет что ты имеешь в виду она хотела бы поговорить открыто но связано с своим договором с орденом и все такое значит да она поделится след через константином и стариком иронтелем а потом возможно после последствий она расскажет все это мне да да но если она кажется права тогда придется там считаться и где-то замри ненадолго приступим к лечению да мы любовь сразу к лечению да щекотно что там у меня как-то захерачила бабах да там было написано блять да фак все точно ну и что ты сделала со мной тебе что в школе плохо учили а а она говорит что спрашиваешь в порядке или и что она не специально да ладно не важно да что я ужасно выгляжу что ты исправишь говорит ритуал должен быть совсем безобидным обычным это вообще ничего не чувствуешь легкая щекотка и все такое о сада маза я понимаю вот вот огнев вспых твой тот немножко пощекотал а ты как в сандале вот так это а это все из-за странности мая аура ну правильно отговорку всегда найдет это ты не первая кто мне об этом говорит все отговариваются что ты имеешь в виду аааа говорит все сложно объяснить и так далее это значит сложно и холодное возможно что значит холодное это просто правильно тебя просто не достает практики а говорит теперь если она станет более терпимой потихоньку рассеется все предлагает вернуться к константину она пока доставит фрагменты куда-то еще в безопасное место да если что-то нужно то спросить если нет то пошел нахер а зачем вообще нужны эти каменные фрагменты ааа для защиты понятно я понял значит а в таком случае до скорой встречи все пойду я соберу то ух ты я тут прокачался охрененно так запас сил ну че тут надо запас сил прокачать я щас здоровье поднимем не это нормально запас сил давай а вот так вот здорово за одно теперь сейчас сразу сходим прокачаемся где тут наши способности великие медитация о ух ты картинка ну ух ты давно пора так что мы тут так что мы тут медитация стойка у нас активная а воинская стойка у нас это где-нибудь фигурирует ни хера нигде не фигурирует милость поглощение жизни призывает призрачного волка уже не актуально укус пламени магический свет а значит просто у нас это воина уменьшает это она пассивная способность это хорошо тогда мы ее еще увеличим еще до 15 процентов ну все потому что нам вечно проблемы с это с выносливостью а у нас основная фишка это наши мощные удары о вот так вот так а тут откуда ты пришел так это отсюда она приехала пойдем-ка пройдемся а у них ничего нету у них там три копейки денег-то можно даже не возвращаться нахер наемники они пустые как бубны надо вернуться доложить Константину и на этом как бы и все вообще надо просто вылезти из подземелья и на этом усила а что там ключа у меня нет ладно ну на нет и сюда нет поднимемся наверх поднимемся наверх ну во смотри куда-то вылезли красота ну что ж вот здесь мы с вами и простимся потому что путешествие домой может быть будет быстрое а может быть будет длинное а не изменяя так что пока до следующей серии встретимся в эфире подписывайтесь на канал не пожалеете ах